ребята всем привет вот и очередное видео из серии апгрейдов мастерской обещал еще в конце прошлого месяца но все это как-то дело под затянулась потому что сейчас уже пошла весна такая активная пошли работы какие-то на участке что надо сажать что-то надо убирать вот ну и собственно говоря по делу вот этот угол помните у меня там были столы я их делал очень давно даже есть видео про это устал и очень примитивные как бы они довольно глубокие по моему по 80 сантиметров делал тогда такую глубину ради протяжной своей торцовки она спокойно все помещалось но сейчас медь стал и не нужны как собственно и сама торцовка она у меня будет стоять на раскладном верстаке как бы так надо достал не надо убрал то есть редкая такая история вот поэтому эти столы я сейчас разбираю как бы они пойдут вообще на запчасти на различные и по давнему опыту уже буду обшивать этот угол в соответствии с общей концепции мастерской то есть сверху фанера снизу арголит вообще конечно в мастерской сейчас полная разруха весь рабочий сборочный стол завален поэтому совершенно невозможно ничего делать я уж так подумал надо добивать в темпе вайса весь такой рабочий периметр мастерской потом переделывать сборочный стол встраивать в него циркулярку делать циклон этот злосчастный все ждут я жду вот видите пылища какая буря в пустыне блин также вместе с этим надо ставить куда-то ленточную пилу доводить ее до ума куда-то ставить станок corvette 320 делать из него фуговальный стол естественно вот как после моего недавнего видео до бюджетной мастерской все ну как все многие до упоминали о фуганке у меня фуганка до сих пор нету и базу я создаю на циркулярки и рейсмусе довольно удачно конечно ну понятно что на фуговальном станке это может делать гораздо быстрее профессиональные поэтому само собой вот сейчас у меня есть возможность да такая техническая надо мастерскую доукомплектовать раз уж такая пьянка пошла и потом уже как говорится с чистой совестью заняться созданием мебели потому что ребят как я недавно тоже рассказывал сейчас есть задача конкретно сделать ремонт в нескольких помещениях в доме уже естественно не фанерами до косметический и тогда уже с чистой совестью туда можно делать шестовую мебель что сейчас все что я делал она так найти в одном экземпляре она находится существует не покрашенная то есть такие опытные образцы а сейчас как бы ну по хорошему хочется знаете в чистенькую комнату уже сделать там какой шкаф такую чистую чистовую кровать там покрасить и да ну все уже чтобы эстетично было вот до этого конечно ну такой вот я человек пока не создам себе условия сложно работать хотя чё я говорю все начиналось сами помните с чего ничего вообще моим сборочным столом была циркулярка как кстати сейчас периодически бывает в момент вот этого всего дела все завалено везде также мне часто все время говорят что не жалко тебе вот это все временно здесь делать я ребят так считаю даже на год абсолютно не жалко потому что все это также демонтируется и переносится панелями другое место дырки которые там на фанере допустим от саморезов сейчас лишние могут остаться да да возьми их да зашпаклюй господи ничего страшного абсолютно то есть мастерскую которая буду достроить дай бог когда-нибудь неважно там из чего она будет или каркасная или также из пеноблока также эти панели оттуда возьму и повешу но единственное там мне конечно есть идеи поинтереснее но тем не менее все как бы вход пойдет у меня есть там несколько пакетов с обрезками фанерными из которых я благополучно делаю какие-то станочки какие-то там прибамбасы все идет вход как бы а вот эту фанеру снять со стены и также из нее можно десяток станков сделать там каким приспособ так что ну а потом это уже такой пошел перфекционизм что ли уже хочется эстетики чтобы работать в таких вот условиях единственное чего я не буду тут делать я не буду делать вот коллектор общий для пыли удаления то есть я хочу даже наверное сделать два разных циклона с двумя пылесборниками один под рейсмус пойдет один пойдет под циркулярку причем как я говорил циркулярку я хочу встроить в сборочный стол чтобы он был продолжением до ее поверхности рабочий и под этот стол как раз я встрою первый циклон с пылесборником который будет стационарно находиться за циркуляркой вот для шлифовалок там каких-то использую пылесос бытовой ну или улитку какую-нибудь там будут делать не знаю но в любом случае вот уже с трубами вот этими заморачиваться не буду это уже как-нибудь перебьюсь год как-то вообще без этого прожил это конечно все дико неправильно да вообще с разных точек зрения но как вы видите я в респираторе хоть так потому что без него конечно никуда бывает когда ленишься его там одеть и буквально пару распилов фанеры потом чихаешь блин полчаса так что ребята у кого вопрос этот не налажена в общем-то у некоторых а может быть и у многих он не налажен и как я вижу по видео порой ребята вообще ничем не пользуются даже некоторые очками не пользуются то есть там что-то режут вообще это стремно все ребят одевайте респиратор всегда он стоит не так дорого эффект дает обалденный во время своих вот этих ремонтных работ в мастерской когда вычищают эту пыль которая там уже год лежала с этими столами но увидели как эту порюс бурю создавал в пустыне как бы если бы не респиратор то все кранты и тут задохнулся нафиг да ребят кстати пользуюсь случаем хочу просить совета у вас не сейчас нужно будет что-то с компрессором определяться потому что для ремонта хочу купить компрессор даже больше для ремонта нежели дачи для мастерской вот и совершенно не знаю какую модель вообще в какую сторону смотреть но задача такая я хочу им грунтовать и хочу им же потом красить грунтовка у меня по моему латексная и краска кстати говоря тоже латекс на это к слову вот посоветуйте вообще в какую фирму смотреть в какую сторону да и какой объем какую мощность там какой тип компрессора буду вам признателен у меня есть вообще такие немножко революционно бюджетные решения по ремонту срез сейчас конечно в обрез но это я даже не буду сейчас вам рассказывать как говорится вроде как мы решили что многим интересно будет посмотреть на эти видео ремонта но я не буду там снимать такие не таймлапсы ничего скорее всего то есть сниму что было до сниму какие-то основные моменты сниму как получилось расскажу сколько я на это потратил что и на это потратил вот но вот насчет компрессора большая просьба помочь советом да и вместе с этим с одной краскопуль какой какой лучше мне под эти задачи будет взять может быть там видосы какие-то ссылочки кинете в описании потом посмотрю вот опять же с большим окном мастерской надо что-то делать из него конечно столько света идет для съемок совершенно ни к чему потому что сдает кучу теней боковых вот и не знаю чему закрыть то ли шторы какие-то купить глухие то ли жалюзи сделать самому деревянные но это конечно заморочка на которую сейчас времени нет нифига но надо что-то делать мама заглянула показала мне свою работу очередную короче как вы поняли этот угол я буду делать абсолютно симметричный тому углу мастерской да то есть такой же кант такой же бордюрчик как бы с подсветкой на светодиодах и будет стол будет такие же полки такой же стол угловой но вот кстати об этом я в следующем видео покажу потому что ну это и так такое длинное получается ребят я надеюсь это все не так занудно выглядит тут как бы двумя зайцами вроде бы такой стрим я тут про свои планы рассказываю туда-сюда и параллельно работа пусть банальная работа но для кого-то это тоже опыт любое действие это опыт любая любой технологический процесс но эти видео не вечны конечно я уверен что скоро все это дело приобретет уже готовый вид и как я уже говорил я займусь проектами по мебели тем более что лес у меня высох капитально как вы помните его по моему сентябре что ли покупал то есть он абсолютно сухой и готов к работе но лес конечно паршивый вот как всегда покупаешь когда он белоснежный такой ничего не видно такой лохматенький вроде думаешь классный доски плен как он подсохнет там немножко выгорит что-то где-то блин смотришь на елки сучки сплошные там какие-то трещинки там это то но не торцевые насчет рассыхания вообще так что я даже сейчас начинаю подумывать сторону готового сухого леса покупки может быть даже строганова не знаю но это конечно жлобство но не насчет строганова наверное да это загон насчет сухого это точно потому что нет у меня сейчас возможности его так вот по-хорошему сушить то есть нужно две сушилки да на одной он сушится с другой ты как соберешь и работаешь а у меня одна и тем более как вы знаете да лес он брикетом должен лежать чтобы он под нагрузкой доски не сгибались а у меня тем более такой возможности нет то есть у меня несколько полок и все это так распределено не получается что верхние слои дерева они вертолетом выгибаются блин через а где да какой через один все почти вертолет так что буду что-то думать на эту тему в общем ребята такой вот результат на этот раз и думаю скоро на днях будет продолжение этого видео там я покажу как делал угловой стол также расскажу о своих планах что-то в общем будет интересно я думаю ну на этом наверное все спасибо за внимание всем удачи ребята также рекомендую посмотреть видео моего друга кирилла с канала добрый столер это старое видео с которого тоже когда-то у него все начиналось все вот эти апгрейды мастерской и заодно посмотрите его последнее видео там уже из мастерской получается настоящий конфетка так что я надеюсь наш опыт вас тоже заставит сделать себе все удобно красиво и качественно